Курганское нефтепроводное управление за Уральский форпост и восточные ворота ОАО «Уралсибнефтепровод». Здесь встречается нефть с северных и восточных месторождений. Отсюда она направляется к нефтеперерабатывающим заводам европейской части страны и на экспорт. В 2013 году Курганскому нефтепроводному управлению исполнится 40 лет, а две станции ЛПДС «Юргамыш» и ЛПДС «Медведская» отметят свой 55-летний юбилей. За 4 десятилетия коллективом нашего управления накоплен огромный опыт работы, а умение сочетать проверенное временем решения с новыми идеями помогает нам успешно выполнять поставленные перед нами задачи. Освоение новых технологий, реализация планов технического перевооружения, выполнение программ диагностики, ремонта, реконструкции объектов – это результат продуманной политики, развития и налаженной трудовой дисциплины. Мы стараемся сохранять традиции, заложенные первыми поколениями работников в Курганской войну. И это нам удается. Об этом говорят, например, успехи молодых специалистов нашего управления, которые занимают первые места в конференциях молодых специалистов среди филиалов УАО «Уралсепнефтепровод». Значит, у нынешних ветеранов есть достойная смена. 1954 год выдался для страны довольно удачным. Строилось жилье, росли урожаи, больших успехов добилась промышленность, в том числе и одна из ключевых ее отраслей – промышленность нефтяная. Нефтяники рапортовали о добыче почти 60 миллионов тонн нефти, хотя четырьмя годами ранее в стране было добыто лишь 38 миллионов тонн. Но нефть мало было добыть, ее требовалось еще и доставить потребителю. И если снабжение нефтью европейской части страны уже было организовано вполне удовлетворительно, то в интересах освоения Сибири и Дальнего Востока требовалось значительно увеличить объемы поставок. Ни водный транспорт, ни железнодорожный для решения этой задачи не годились. Лучшим способом обеспечить такое увеличение было строительство магистрального нефтепровода. Этой стальной артерией, соединяющей производителя нефти и ее потребителей, стал магистральный нефтепровод Туймазы-Омск-Новосибирск, по которому нефть из европейской части страны должна была транспортироваться за Урал. Согласно решению правительства, в 1954 году началось строительство первой насосной станции будущего нефтепровода – НПС «Юргамыш». И очень символично, что эта стройка началась в районе небольшой земледельческой коммуны под названием «Новый мир». Вскоре здесь вырос новый рабочий поселок, носящий то же имя. Пусконаладочные работы на НПС «Юргамыш» велись одновременно со строительством второй очереди нефтепровода Туймазы-Омск-Новосибирск. В июле 1958 года станция «Юргамыш» была введена в действие. Чуть раньше, в июне, заработали насосы станции «Медвецкая». Когда первую станцию построили, все станции были ручные, и у нас ручную построили. Она ручная почему называется? Потому что электроприводов на задвижках не было, задвижки открывали-закрывали вручную, а под высоким давлением закрыть или открыть задвижку очень большие усилия нужны. А у нас в основном работали при пуске станции половина женщин, половина мужчин. Уже в 60-х мощности нефтепроводов Туймазы-Омск-Новосибирск для перекачки нефти стало недостаточно. Предложенная программа расширения нефтепроводов предусматривала масштабные работы. Строительство новых НПС, замену трубы на отдельных низконапорных участках, прокладку лупингов. Работа принесла ощутимые плоды. Так, ввод в работу НПС Варгаши в 65-м году позволил увеличить объем перекачки по второму нефтепроводу на 18 миллионов тонн нефти в год. Вместе с тем становилось понятно, что для управления созданными производственными мощностями и инфраструктурой возможностей Челябинского управления недостаточно. Требовались новые руководящие кадры, новые специалисты, новые рабочие. Иными словами, требовалось создание нового нефтепроводного управления, которое обеспечило бы максимально эффективное использование новых мощностей. 26 января 1973 года приказом номер 54 Министерства нефтяной промышленности СССР в составе управления Уралосибирскими магистральными нефтепроводами было создано Курганское районное нефтепроводное управление. В его состав вошли три нефтеперекачивающие станции – Юргамыш, Медведская, Варгаши. Был организован цех технологического транспорта и спецтехники. На момент образования управления в нем трудилось 342 человека. Все службы и отделы были оперативно укомплектованы кадрами. В управление пришли около ста дипломированных специалистов. С каждым годом и новым этапом развития управление только расширялось. 1 августа 2001 года распоряжением ООО «АК Транснефть» было образовано центральные монетные службы в предочерних предприятиях. До этого времени существовали аварийно-восстановительные пункты на каждой станции. При комплектации центральной ремонтной службы использовалась техника и люди аварийно-восстановительных пунктов, ЦТТ и РСУ. С началом активной разработки нефтяных месторождений Западной Сибири и превращением их в основу топливной базы страны задачи нефтепроводчиков несколько изменились. Быстрый ввод месторождений, стремительный рост объемов добычи требовал от трубы работы буквально на пределе возможностей. К этому времени уже был введен в работу магистральный нефтепровод «Усть-Балык-Курган-Уфа-Альметьевск», а также начата реализация программы по увеличению его транспортных возможностей. В 1976 году была создана база производственного обслуживания. Завершение строительства магистральных нефтепроводов «Усть-Балык-Курган-Уфа-Альметьевск» и «Нижневартовск-Курган-Куйбышев» повлекло за собой начало работ и в области модернизации внутристанционных операций. Высокие требования, которые задавали современные магистрали, заставляли подтягивать и все остальное. На объектах Курганского нефтепроводного управления внедрялись новейшие устройства контроля перекачки, осваивались современные системы управления производством, велись работы по повышению надежности насосного и силового оборудования. Сегодня самой крупной станцией управления является ЛПДС «Юргамыш». Работники по праву считают ее воротами Уралсиб нефтепровод. Линейно-производственная диспетчерская станция «Юргамыш» является самой крупной станцией в Курганском нефтепроводном управлении, является головной станцией. Также по своей территории она занимает 98 гектаров, на которой расположены 4 нефтенасосные станции. Также имеется резервуарный парк объемом 10-10 тысяч метров кубических. На ЛПДС «Юргамыш» работают высококвалифицированные специалисты, которые знают свое дело с большим опытом, также учат молодое поколение работать в будущем. В 1975 году началось строительство НПС «Мишкина». Задача станции сохранилась и по сей день. Увеличение пропускной способности магистральных нефтепроводов «Усть-Балык-Курган-Уфа-Альметьевск» и «Нижневартовск-Курган-Куйбышев», рассказывает ее начальник Наиль Закиров. На станции проводились работы по реконструкции операторной в 2007 году. Микропроцессорная станция является НПС «Мишкина». Также на станции у нас небольшой дружный коллектив, но очень ценят своих ветеранов. Спокойная и размеренная жизнь станции позволяет ее работникам участвовать и в спортивных состязаниях. В тот день, когда наша съемочная группа посетила НПС «Мишкина», там как раз готовились к соревнованиям по пожарно-прикладному спорту бойцы добровольной пожарной дружины. Западным форпостом Курганского нефтепроводного управления является линейная производственно-диспетчерская станция «Медведская». Ее специалисты обслуживают 83 километра трех нефтепроводов. Узболык-Курган-Уфа-Альметьевск, Нижневартовск-Курган-Куйбышев и в обратном направлении Туймазы-Омск-Новосибирск-2. Коллектив ИПД «Смедведская» могу сказать, что сплоченный, дружный. На станции у нас работают высококоррессированные специалисты. Петраном нашей станции являются инженер энергетик Ряпузов Сергей Александрович, также Калаченко Геннадий Георгиевич, который занимал должность замначальника станции в очень протяженное время. На данный момент он работает оператором нефтеперекатчивости станции. В 1958 году была введена первая очередь нефтепровода Туймазы-Омск-Новосибирск. В связи с увеличением поставки нефти на восток возникла необходимость строительства второй очереди нефтепровода ТОН-2. Пуск станции Варгаши состоялся в 1965 году, после чего объем перекачки нефти увеличился почти в полтора раза, рассказывает начальник станции Ренат Карамов. Начиная с 2005 года на станции был проведен целый комплекс работ по модернизации. С 2007 года в рамках проекта «Тайше-30» наша станция перейдена в безопасное содержание. Содержит ее наш профессиональный коллектив, численность которого достигает 60 человек. Последняя станция в составе Курганского нефтепроводного управления НПС «Суслова». Она вошла в его состав из Североказахстанского управления лишь в 2005 году. В 2006 была проведена ее реконструкция. Релейная система автоматики была заменена на микропроцессорную, а станционная система телемеханики на коммуникационный контроллер, обеспечивающий передачу большего объема информации о работе оборудования НПС, чем система станционной телемеханики. Своими силами сотрудники НПС обустроили территорию, реконструировали периметр ограждения и теперь на станции два рубежа охраны. Первый выполнен из бетонных панелей, второй – из колючей проволоки. Смонтированы датчики проникновения и система видеонаблюдения. Также в 2008 году была реконструирована, прошла реконструкция центральной котельной, от которой запитаны у нас также не менее важный объект – это Урал-30 транснефтепродукт ЛПДС Сусло и жилой поселок Степное, то есть население в полутысячи человек, которым мы отапливаем. За 40 лет существования Курганского нефтепроводного управления изменилось многое. Значительно увеличилась протяженность обслуживаемых предприятием трубопроводов. Более совершенными стали оборудование и техника. Но люди, рабочие, специалисты, руководители, как и прежде, составляют одно из главных богатств предприятия. Каждый нефтепроводчик знает, что усердный труд достойно вознаграждается. В минувшем году работникам нашего предприятия было предоставлено более сотни путевок в Санатории Курганской, Тюменской областей, Республике Башкорстан и Юго-России. 30 детей сотрудников управления отдохнули в выздоровительных лагерях в Челябинской области и на побережье Черного моря. Незабытые наши пенсионеры, они регулярно получают материальную помощь, выплачиваются компенсации на лечение и медицинское обследование. Предприятие оказывает материальную помощь учреждениям образования, детского дошкольного воспитания, культуры и спорта Курганской области. И все-таки самое важное для нас – это работа. Ведь на нашем коллективе лежит особая ответственность. Управление является восточными воротами УАО «Уралсепь нефтепровод». Но у нас трудятся квалифицированные рабочие и опытные, хорошо подготовленные специалисты. И это залог бесперебойной перекачки нефти. Выполнение всех обязательств перед потребителями. Сегодня в Курганском нефтепроводном управлении трудится около 900 человек. Среди работников, нынешних и бывших, немало тех, кто удостоен звания «Почетный нефтяник», знака «Отличник нефтяной промышленности», награжден почетными грамотами ОАО «Транснефть» и «Минэнерго РФ». Многие из тех, кто пришел на предприятие 30-40 лет назад, стал основателями трудовых династий, которыми предприятие особенно гордится. Специалисты управления неоднократно занимали призовые места в смотре конкурсе «Лучшие по профессии» среди работников ОАО «Уралсибы нефтепровод». В День работников нефтяной и газовой промышленности я хочу пожелать своему коллективу успеха в работе, крепкого здоровья, безотказной и безаварийной работы, а нашим дорогим пенсионерам долголетия и достойной старости. Редактор субтитров А.Семкин